Итак, всем добрый вечер, друзья мои. Дело в том, что ведьмы не только спасают, а ещё могут и наказывать. И ещё у ведьм есть такая особенность – сеять панику в рядах врагов, переполох. Оморочить их, вывести у них то, что хотелось бы, наслать мракобесие, войну между ними, раздор и так далее. То есть их же руками наказать их самих. Методов различных много. Эти методы применялись, я многие из них показывала. Дарила практикам, да и вообще для простых людей показывала, как это вообще происходит. И вы свидетели того, как быстро и эффективно это всё срабатывает. Вам, дорогие друзья, я дарила точно так же очень много работ, как справиться с врагами. Но в отличие от ведьм, скажем так, вы не порчу наводите врагам. Вы просите справедливого возмездия. Боги вас слышат и помогают. Но для того, чтобы они вас слышали, нужен человек, который знает, как это сделать, знает, как попросить у богов, учит вас правильно прийти к этому. В данный момент я хочу вам подарить ритуал яблоко-раздор. Как действует этот ритуал после того, как вы провели, а как провести и предисловие вообще, историю, понятие яблоко-раздора, я вам сейчас расскажу. А действует это таким образом. После проведения ритуала ваши враги начинают грызться между собой. Но если они уже грызутся, значит, начинается грызня ещё больше. Они как просто одержимые, ступлённые, начинают доказывать друг другу, кто круче, кто лучше. У них прям кровожадность и ненависть друг к другу просыпается. А вы просто со стороны смотрите и наблюдаете. Вот так работает яблоко-раздора. Но откуда это понятие пришло? Это из древнегреческой теологии. Не люблю слово мифология, потому что это не мифы. Это реальность из жизни богов, если можно так сказать, из биографии богов олимпийских. Есть такая богиня Эрида. Я прошу не путать с богиней Эридой. Эрида или Ирис – это богиня радуга, это богиня-посланница богов. Здесь богиня Эрида, богиня раздора. Ссор, войн, сплетень, конфликтов и так далее. И вот одна из любовниц Зевса – прекрасная фетида, нимфа фетида, которую Зевс выдал замуж за царя Пелея, потому как в пророчестве было сказано, что родившийся сын может загубить Зевса. Поэтому он решил выдать её замуж за Пелея, царя, уже беременную фетиду от Зевса. Зевса – она будущая мать Ахиллеса. Вот Эриду не пригласили на свадьбу. Она очень жутко обиделась. Пришла и с крыши скинула вниз к молодым красивое яблоко, ярко сияющее, на котором было написано «Самый прекрасный». И вот три великие богини, поскольку другие не посмели даже с места встать и встревать в этот спор, три великие богини Гера, Афина и Афродита начали между собой спорить, которая из них самая прекрасная. И для того, чтобы решить спор, улетели они и спустились, увидев молодого пастуха. А молодой пастух был никто иной, как царевич Парис, тогда ещё Александр. Когда Парис родился, то его сестра Кассандра сказала матери, что сей ребёнок погубит Трою, что его нужно умертвить. Это услышал отец, царь Приям, испугался, хотя Кассандра – это та самая пророченица, которую никто не хотел слушать, не верили, но все её предсказания сбывались. Но на сей раз отец прислушался к дочери и приказал убить младенца. Мать, испугавшись за жизнь ребёнка, слёзно попросила палачей, дала им много золота, чтобы они убили козлёнка и смакнули в кровь козлёнка одежду ребёнка, принесли и сказали, якобы убили. Так они и сделали. А мать тайком маленького царевича отправила в дом пастухов. Отдала им в дар большое имущество и попросила вырастить его и не сказать никому, кто он есть по происхождению. Пастух обрадовался, назвал ребёнка Александром и воспитывал как своего сына. И вот в тот момент, когда ещё царевич Парис не знал, что он есть царевич Трой и Парис, но три богини знали его, они спустились к нему, чтобы тот решил их спор. Гера сказала, что отдаст ему мировое богатство, знание, славу и сделает правителем огромной страны, если он яблоко присудит ей. Афина сказала, что даст ему воинскую славу, и его имя навечно напишут в истории человечества. Но Афродита, который знает мужскую суть лучше, чем кто-либо, обещала ему дать в жёны самую красивую женщину того времени, Елену, жену царя Менелая, если он присудит яблоко ей. Естественно, Парис, будучи молодым, горячим мужчиной, возжелал самую красивую женщину на земле и отдал яблоко Афродите. Тогда две богини, Афина и Гера, оскорблённые, покинули гору и пригрозили, что из-за его глупости город и государство его отца потонут в крови. Так и случилось. После этого началась Троянская война, когда Парис сумел соблазнить, вернувшись во дворец и заключая договор о мире с царём Менелаем, тайком соблазнил и забрал Елену. И когда брат его, Гектор, разозлился и решил вернуть жену обратно, потому как таким образом они попрали гостеприимство, и это было не присуще ему, но поняв, что брат тоже уйдёт вместе с ней и погибнет, был вынужден отдать приказ плыть до Трои. После чего греки пришли, окружили Трою. И чем это дело закончилось, мы все знаем, падением Трои. Так вот, вот отсюда, от этого яблока, и началось падение Трои. То есть это и было яблоко раздора. Что мы, собственно говоря, с вами и сделаем. Мы кинем яблоко раздора нашим врагам и посмотрим, что с ними будет. А что за это отдаём? Дорогие друзья, Эрида – богиня раздора, богиня воин, богиня мучений, боли, плача. Соответственно, она питается энергетикой человеческой боли и мучений. То есть люди ссорятся, мучаются, обижаются, им плохо, они источают отрицательную энергетику. Она создаёт эти ссоры и питается этой энергией ссор. Для неё очень радостное дело – питаться постоянной энергией ваших врагов. Это ей нужно. А мы её попросим, чтобы она нам помогла эту ссору создать. Она эту ссору создаст, а взамен заберёт отрицательную энергию боли из наших врагов. Взаимовыгодный союз. Магия так и творится, собственно говоря, на взаимовыгодном союзе всегда. Итак, после того, как вы три раза прочитали заговор, это яблоко нужно просто кинуть через плечо, вот хоть где, на перекрёстке ли, повернуться, значит, спиной к лесу и скинуть просто. И говорить, отдаю врагам яблоко раздора и кину через левое плечо, и не глядя уходить. В поле кинуть, но не дома, естественно, не на территории своего дома и не близко к своему дому, отойти, лесопарковая зона и всё что угодно. Вопрос, а вдруг кто-нибудь возьмёт, съест это яблоко? Ну и пускай ест, какая разница? Мы символически это делаем. Ещё раз говорю, симпатическая магия. Привязываем к определённой вещи определённое желание. Это яблоко, оно символическое. Мы кидаем энергию ссоры своих врагов. А яблоко – это всего лишь материальность. Она или сгинет, или кто-нибудь заберёт и так далее. Этому человеку, кто его найдёт, ничего не будет, потому что мы отправили удар совершенно в иное русло. Понимаете? И символически кинули то самое яблоко раздора, которое кинула Ирида в ответ на то, что её не пригласили на свадьбу. Этот ритуал делается в тёмное время суток, то есть вечером. После чего нужно выйти и где-нибудь это кинуть. Поэтому проведите в 6 вечера, в 7, когда не очень темно, чтобы в тот же день это сделать. Для этого нам нужно яблоко, здоровое яблоко, красивое. Не старое какое-нибудь, у тебя вот такое прям приятное яблоко, фрукт свежий. И 3 чёрные восковые свечи. Что-то у нас свеча. Сейчас, секунду, ещё раз. Читать нужно 3 раза, подождать, пока эти свечи догорят, хотя бы до половины, потушить их. Свечи после оставляются тремя монетами откупа под деревом. Это отдельно. Яблоко кидайте в одном месте, свечи оставляйте под деревом в другом месте. Со словами «Великой богине Эриде, моя благодарность». И уходите. Эрида, не путайте, не Эрида. Эрида и Лирис – это богиня Радуги. Итак, начнём. О, Эрида, раздор, передай яблоку свой гнев и ярость, любительница ссор и междоусобиц, создающая войны и вражду. От имени твоего отправляю раздор между врагами моими, кусаться им и грызться, друг другу в глотку вцепиться, спорить и враждовать. Днём и ночью покоя не знать, люто ненавидеть друг друга. Отныне создаётся между нами враждебная вьюга. Каждый своё превосходство твердит, каждый другого пусть разнит и злит. Жертвую тебе, Эрида, их злобу и от мучения их отдаю тебе в дань, как откуп. Их муки отныне бери, а взамен их души и в кровь раздери. Пусть идут друг на друга лютой войной, пусть грызутся, упиваясь ярой враждой. Яблоко раздора бросаю я вам и заклинаю вражду начинать меж собою врагам. Заклято, заклято. Хочу вам сказать, что те заговоры и ритуалы, которые я провожу для того, чтобы мои враги между собой воевали, это немножко сильная категория. Вам такое не надо, потому как враги-ведьмы немножко другой момент и вариант. Хотя они тоже обычные люди, неважно. Но раз уж вам тоже хотелось бы, чтобы такое было, вот вам тоже дарю. Кстати, не вмешивайтесь ни в одну из сторон, потому что вас захотят потянуть к себе. Не вмешивайтесь. Эта энергия зла, ярости и прочее, оно должно питать эриду. Вам там делать нечего. Вы свою энергию туда не вмешиваете. Ничего не знаю, извините, отстаньте от меня. Вы сами удивитесь, как это начнется. Вот у вас на производстве, например, есть стукачи, да, ходят там, докладывают, говорят, проведите этот ритуал и этого стукача уволят. Там такое начнется, катавася, там так кинутся друг на друга, что вы просто будете в шоке. Столько масок сорвется, столько людей, выйдет наружу. Это просто вот ужас. Еще раз. Уэрида раздор, передай яблоку свой гнев и ярость, любительница ссор и междоусобиц, создающая войны и вражду. От имени твоего я отправляю раздор между врагами моими, кусаться ими и грызться, друг другу в глотку вцепиться, спорить и враждовать, днем и ночью покоя не знать, люто ненавидеть друг друга. Создается между ними враждебная вьюга. Каждый свое превосходство твердит, каждый другого пусть дразнит и злит. Жертвую тебе, уэрида их злобу и от мучений их отдаю тебе в дань, как откуп. Их муки отныне бери и взамен их души в кровь раздери. Пусть идут друг на друга лютой войной, пусть грызутся, упиваясь ярой враждой. Яблоко раздора бросаю я вам и заклинаю вражду начинать меж собою врагам. Заклято, заклято, заклято. Еще раз. О, Эрида, раздор, передай яблоку свой гнев и ярость, любительница ссор и междоусобиц, создающая воины и вражду. От имени твоего я отправляю раздор между врагами моими, кусаться им и грызться, друг другу в глотку вцепиться, спорить и враждовать, днем и ночью покоя не знать, люто ненавидеться, друг друга, создается между ними враждебная вьюга. Каждый свое превосходство твердит, каждый другого пусть дразнит и злит, жертвую тебе, Эрида, их злобу и их мучений и от мучений их отдаю тебе в дань. Как откуп, их муки отныне бери, а взамен их души в кровь раздери, пусть идут друг на друга лютой войной, пусть грызутся, упиваясь ярой враждой. Яблоко раздора бросаю я вам и заклинаю вражду начинать меж собою врагам. Заклято, заклято, заклято. А что будет потом? Вы сами увидите. Ой, потом что будет? Как говорится, Большой театр отдыхает, что там будет-то? Но зато маски будут сорваны и они уже забудут о вас. Им будет просто уже не до вас. Всем удачи. И запомните, вы в этом мире должны быть либо львом, либо овцой. Выберите свою роль. Или вас будут грызть, а вы будете на коленях боженку просить умолять, и так и умрете бараном. Либо сами встанете с места, раздерете ядрени феней, больше к вам не подойдут. Всем удачи.